Новый Декамерон. Не поэтические истории, а любви. Выпуск восьмой. Собачий бальз. Однажды фотограф Иоаннов полюбил девушку по имени Жанет. Надо сказать, что Иоаннов был удивительный человек. Когда он был пьян, он мог совершать великие в своем идиотизме поступки. Предание гласит, что однажды, находясь на дне рождения сослуживицы, вместо заказанного мороженого он принес мороженую курицу, молоко и в дупель пьяную продавщицу. К голове которой, как прибитая, была прислонена белая продавщицкая пилоточка. Пользуясь случаем, Иоаннов свалил жертву в угол, где долго тискал ее и мячкал. В результате его изгнали с мореприятия, а наутро протрезвевшая продавщица слезно просила вернуть продукты. Правда, по версии самого Иоаннова все было не так. Во-первых, посылали его не за мороженую, а за водкой. Во-вторых, женщина была не продавщица, а покупательница. Да, на голове у нее была не белая пилотка, а голубенькая шапочка. Ну, что, конечно же, в корне меняет дело. В общем, однажды фотограф полюбил девушку из ларька по имени Жанет. Он полюбил ее страстно, трепетно и нежно. Она не давала ему, но они часто гуляли. И Жанет рассказывала фотографу о своей непростой жизни с хозяином ларька. Фотограф все более влюблялся в нее и так и представлял, как вырыт ее из лап ларечника. И они, взявшись за руки, пойдут в его горлицу и заживут долго и счастливо втроем с его большой любимой собакой. Однажды вечером, когда он был, видимо, особенно пьян и грустен, он подумал, что пришло время. Время пришло. А что же еще ждать-то? Вырвать девушку из лап ее постылого любовника, он взял свою любимую большую собаку и направился к Жанет в коммунальную квартиру. По дороге он встретил свою знакомую Марго. Почему-то пообещал ей познакомиться со своей невестой. Марго, Иоаннов и большая собака пришли в коммунальную квартиру к Жанет. Они спросили у открывшего двери мужчины, где здесь живет та высокая черненькая. Подошли к дверям и открыли их. Жанет в это самое время занималась вечерним сексом с хозяином ларька. Почувствовал за спиной взгляд Марго, фотографа их большой собаки. Хозяин ларька как-то напрягся и перестал заниматься сексом. Возможно, навсегда. А потом он даже так встал и ушел на кухню перекурить и подумать о ларьке. Жанет забилась в угол и нервно переводила взгляд с Марго на Иоаннова и с Иоаннова на собаку. Жанет сказал тогда Иоаннов и погладил собаку за ухом. Я люблю тебя. Выходи за меня замуж. И здесь красавица Жанет вспомнила все слова, которым научил ее хозяин ларька. Она объяснила и фотографу, и Марго, и этой дуре собаке, куда им следует пойти и где им следует находиться. Вот ведь, подумал фотограф, взял собаку за ошейник, Марго за руку и ушел глубоко разочарованный в жизни. Надо же, говорил по дороге Марго, Иоаннов, а ты все-таки способен на такие красивые поступки. Вот такая история. А голубенькая Шапочка 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 Шапочка